Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Тимур Рага. Сегодня в выпуске. Акбарс Аэро грозит банкротство. В Алабуге откроется производство чешских станков. Свияга отправляется в плавание. Дочерняя компания Татнефти ООО Татнефть АЗС Центр подала в арбитражный суд республики заявление на банкротство Акбарс Аэро, сообщает РБК. Сумма, которую авиаперевозчик задолжал своему поставщику, в материалах суда не указана. Сама авиакомпания оценивает ее в 12-15 миллионов рублей, рассказал изданию исполнительный директор Василий Каюмов. По его словам, это небольшая задолженность за полтора-два месяца. Каюмов надеется, что судебный спор стороны урегулируют мирным путем. Задержку выплат за поставку топлива он назвал обычным делом, рабочими отношениями. Теперь авиакомпания намерена выяснить, что именно побудила дочку Татнефти обратиться в суд, сообщил Каюмов. В Татнефть АЗС Центре прокомментировать ситуацию не смогли, отмечает РБК. Как мы сообщали ранее, 27 октября суд уже признал банкротом авиакомпанию «Татарстан» в прошлом главного республиканского перевозчика. Ее место заняла вторая и единственная на данный момент «Акбарс Аэра». Она получила статус регионального перевозчика в ПФО на ближайшие три года. Тем не менее, неоднократно сообщалось о финансовых трудностях компании. Так, в августе суд постановил взыскать с нее 4,5 миллиона долларов просроченных лизинговых платежей за пять самолетов-бомбардье CRJ-200. Татарстан и Чехия договорились о локализации производства металлообрабатывающих станков в особой экономической зоне Алабуга. Меморандум был подписан в Казанском Кремле в рамках визита делегации этой страны в нашу республику. Сегодня мы можем сказать, что республика, регион машиностроительный и наша конкурентность во многом будет зависеть, какой станочный парк мы имеем. В этом направлении наши партнеры из Чехии предлагают хорошие условия с учетом того, что многие станки мы уже получали и мы имеем направление модернизации существующих станков, а также уже приобретение новых. Также планируется сотрудничество чешской страны с компанией Татхимфармпрепараты и взаимодействие в агропромышленном комплексе. На 13,5% сократились продажи КамАЗа в России в этом году. Об этом сообщается в отчете производителя за третий квартал 2014 года. Снизился также и совокупный объем рынка грузовых автомобилей в стране. В сравнении с первыми тремя кварталами 2013 года нынешний принес под 8,8%. Продукция КамАЗа заняла 43-процентную долю рынка. Чистая прибыль компании снизилась почти на 33%. Выручка сократилась на 9%. В Зеленодольске спущен на воду плавучий док проекта 22570, предназначенный для Северного флота ВМФ России. Судно собрали с опережением графика. По плану на воду его должны были спустить в апреле 2015 года. Как отметил во время церемонии премьер-министр республики Ильдар Халиков, темп постройки судна свидетельствует о высочайшем профессионализме завода, его партнеров и проектировщиков. Судно, получившее название «Свияга», стало первым построенным в России за последние 12 лет плавучим доком. Его закладка на степелях Зеленодольского завода имени Горького состоялась 30 ноября 2012 года. Основное предназначение – проведение доковых осмотров и ремонта кораблей и судов Северного флота. «Свияга» будет обеспечивать также транспортировку кораблей и судов по внутренним водным путям с севера на юг. Длина дока – 134 метра, ширина – 14 метров. Это были новости экономики. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok